Продолжение следует... Воспитательницы прибежали, и я пытался натравить на них собаку. Воспитательницы прибежали, и я пытался натравить на них собаку. Воспитательницы прибежали, и я пытался натравить на них собаку. Воспитательницы прибежали, и я пытался натравить на них собаку. Воспитательницы прибежали, и я пытался натравить на них собаку. Воспитательницы прибежали, и я пытался натравить на них собаку. Но мало пожил. Тем не менее, тем не менее, вот он след какой-то оставил. Воспитательницы прибежали, и я пытался натравить на них собаку. Воспитательницы прибежали, и я пытался натравить на них собаку. Ну вот, прежде всего, наверное, исходя из опыта работы в Турции, когда там многие вопросы мы лоббировали, несмотря на крики даже многих, как сказать, неверующих в перспективу этих наших начинаний. Но удается. Не могу сказать, что я настырный, но очень, наверное, целеустремленный. Если это будет, наверное, нескромно с моей стороны говорить, но я считаю, что в двери нужно стучаться, чтобы они открывались. Одна не открылась, постучись в другую, там та не открылась, в третью. Дверей много. Может быть, сказывается во мне польская кровь, у меня мать полька. Возможно. Хотя я уверен, что есть абхазы, которые ровно таким образом и относятся. Всегда найдется путь решения той или иной задачи. Просто нужно быть, наверное, терпеливым, рассматривать различные варианты подхода и подбирать ключи. Даже если стучишь, не открывается, поискать где-то ключи. Продолжение следует... Ну, вообще Петербург впечатляет. Да, а вот если коснуться вопроса именно организации Питерского международного экономического форума, то он впечатляет не меньше. Прежде всего, наверное, своими масштабами в этом году было объявлено, что в нем приняли участие порядка 15 тысяч человек. То есть это действительно очень такое знаковое международное событие. И уровень присутствия там глав государств. И вообще... Да все участники, в принципе, да. Многие из них являются лидерами мнений. Многие из них являются там членами различных сообществ. Да, и бизнесменов, конечно же, много. Ну, тематически, в принципе, это им в большей степени, наверное, подходит. Но было там и много политики. А вот что меня действительно зацепило, так это вот организация. Действительно, все работало как часы. Механизм был настолько четко отлажен, что, ну, действительно заставило вдохновиться, что ли, вот этим. У нас, кстати, вот есть чем похвастаться в этой связи в плане, что организацией этого мероприятия занимается Росконгресс. Да, и в принципе, мы можем говорить о том, что оттачивали они свое это мастерство у нас при организации Российско-Абхазского форума, который у нас в этом году тоже намечен. Учиться есть действительно многое чему. Ну, во-первых, те стенды, как были они представлены и на каком уровне. Это использовали самые современные технологии, которые сегодня есть. Да, тематически очень большой был разброс. И там каждый мог найти для себя то, что вот ему нужно, то, что его зацепит. И мы пользовались этим, активно пользовались, посещали разные тематические. В большей степени, наверное, вот именно наш уровень, как бы я там был от лица госинвестагентства в составе делегации Министерства экономики. Но мы все-таки акцентировали наше внимание в большей степени на каких-то передовых инновационных вещах. В том числе и на вопросах цифровой безопасности, вообще на вопросах цифровой экономики, на развитии технологий блокчейна. Да, там очень интересовались вообще миром криптовалют, потому что, ну, это уже сегодняшний день, это реалии, да. И во всем мире очень пристально следят за теми процессами, которые в этой сфере происходят. И многие уже в этих развитых странах, представители которых принимали участие на форуме, пользуются активно этими технологиями. Успешность Абхазии, в том числе и экономическая успешность, да, для России, это, во-первых, опять-таки имиджевые плюсы, потому что, ну, как бы Россия первая поверила в наш проект, да, она первая признала независимость, она активно участвует в построении нового современного Абхазского государства. И то, насколько мы будем успешны, для них тоже повод очередной раз на различных площадках заявить, ребят, вот вы тут все говорите, да, там, твердите в унисон, что Абхазия это, там, часть Грузии, что она находится под оккупацией России, а нет, вот смотрите, насколько они эффективны, без вас развиваются. Да, мы помогали, конечно, на первом этапе, но толчок нужен, там, любому. А у нас, мы не должны этого делать, мы не имеем такого шанса. То есть мы, во-первых, это вековая борьба наших предков, да, во-вторых, сегодня у нас уникальная возможность просто взять со своей руки и действительно показать всему миру, что мы способны, мы можем и мы должны это сделать. Есть у нас ребята, и ведь тут дело не в том, чтобы быстро подняться, да, и занять те позиции, где ты уже имеешь возможность принимать решения. Но важно на каждом уровне быть полезным. И зачастую тех ребят, которые, может быть, не столь публичны, может, их деятельность не видна, но таких тоже много, и это важно, как бы, да, чтобы не было... Ты можешь подняться, да, быстренько по социальному лифту, занять там позицию, где ты принимаешь решение, но у тебя нет базы, как бы, да. То есть тут на каждом этапе должны быть люди, которые вот действительно в унисон работают с тобой, которые единомышленники, которые понимают вообще современные веяния. У нас эта проблема еще, на мой взгляд, в чем? У нас очень большой пробел. Во время войны мы потеряли ребят, которые должны были стать перед нами, то есть, да, драйверами. У нас есть старшее поколение, и слава богу, что оно у нас есть. И вот мы помладше, да, которые еще не набрались, наверное, достаточно опыта, достаточно знаний. Но, тем не менее, потихоньку набираем обороты, но вот пробел, такой вот люфт образовался. И это тоже следствие вот этого сегодня испытываем, как бы, да. Мне бы хотелось, чтобы Абхазия была в состоянии ежегодно хотя бы 10 человек, 10 просто звездочек отбирать по всей республике и направлять в ведущие в него Оксфорд, Кембридж, Йелл, Сарбону, да. Это через 10 лет у тебя уже армия. Конечно, я слышал мнение тех, которые считали, что туда нужно направить более опытного, более взрослого человека. И, в принципе, это, наверное, закономерно. Ну, у нас вообще, наверное, это какой-то такой элемент традиционной культуры, когда, да, там, Айхабе старше, он более опытный, он, там, мудрый человек, а молодежь, ну, должна учиться. Но для меня это было стимулом. Стимулом показать, что, возможно, вы и правы, но я сделаю все возможное для того, чтобы через определенное время те, которые были против, все-таки, если даже вслух это не скажут, ну, при случае подумали, все-таки хорошо, что он поехал. И я именно, ну, не только этим, конечно, но и этим тоже руководствовался, когда туда поехал. Формируются стереотипы, да, и вот это вот как зачастую слышишь слово чиновник, как какое-то такое, ну, не знаю, что ли, вот этикетку наклеили, чиновник, да. По сути, то это человек, который занимается, там, не знаю, государственными вопросами, да. Я, может быть, на подсознательном уровне, а иногда и сознательно рисовал себе вот ориентиры, да. Вот это могли быть люди, которых я знаю, это могли быть герои различных или книг, или фильмов. И вот не полностью копировал, как бы, да, потому что, ну, это, как бы, наверное, неэффективно, но вот определенные черты в тех или иных героях, да, которых я себе определял как героев, я пытался перенять. Кроме того, мне действительно везет. Вот я после того, как закончил университет, вернулся сюда, молодой, зеленый, мало что понимал о тех процессах, которые здесь происходили. Конечно, следил и, конечно, сопереживал даже издалека, когда что-то случалось, ну, не так, как хотелось бы, чтобы случалось. Но, тем не менее, как бы, вот, не окунулся, не погрузился еще в нашу действительность. Мне посчастливилось начать работать в Центре стратегических исследований при президенте под руководством Олега Доминия. Это, конечно же, ну, огромный кладец для меня. И даже сегодня, когда я там сталкиваюсь с рядом там вопросов или там по в ходе профессиональной деятельности, или вообще вот в том, как воспринимать окружающий мир и как с ним взаимодействовать. Да, я очень часто вспоминаю наши беседы с Олегом Нестеровичем, вот, в ходе чайпити традиционных. Потом мне посчастливилось работать под руководством Вячеслава Андреевича Черегба. Я с Далилой Пиле работал по молодежным всяким проектам. И еще с многими людьми, от которых я действительно, мне кажется, многому чему учился. И для меня они стали такими, ну, как сказать, ориентирами, наверное, тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Действительно, подтвержу, что в Турции мне ни раз, ни два приходилось слышать вот такое, как бы это правильно сказать, переживание, может быть, в какой-то степени, о том, что неужели нельзя было тогда договориться? Вот, как бы, вот, в те времена, да, во время Русско-Кавказской войны. И еще, вот, продолжая, как бы, да, они говорили, с другой стороны, вы же там остались. Хотя, понятно, там, да, очень сложная была ситуация. И, наверное, наверное, переселение какой-то части наших братьев и сестер было неизбежно. Но все-таки иногда, когда ты пересматриваешь, сегодня может быть проще, конечно, да, ты не ощущаешь те эмоции, ты не чувствуешь ту угрозу, тот страх, да, с перспективы, там, 154 лет, да, может, нам проще немножко оценивать, но все равно задумываешься, действительно, неужели вот тогда нельзя было найти какой-то вот... Такое, да, про зрение, в окраинных моментах. Да. Вот когда мы организовывали вызволение наших соотечественников из охваченной войной Сирии, конечно, мы в очень сложных условиях работали, в экстремальных. Ну, во-первых, это война, там, откуда мы вызволяем наших братьев и сестер. Во-вторых, у нас не было дипломатических отношений ни с той же Сирией, у нас не было дипломатических отношений с Ливаном, а мы чартеры поднимали с Бейрута. Россия нам оказала, действительно, в этом плане огромную поддержку, огромное содействие. Ирак Лихинба находился на постоянной связи, вот, в режиме реального времени с коллегами из МИДа России. Он тогда был заместителем министра иностранных дел. Ну, вот, просто, действительно, 24 часа в сутки в режиме реального времени он был на связи со всеми. И мы туда вот вылетали два раза, да, сначала раздали анкеты, потом формировали списки желающих, потом обращались в посольство Российской Федерации по вопросу предоставления им транзитных виз, и в том числе по вопросу определения личностей, да. И вот, что хочется подчеркнуть, что ни по одному человеку, который был внесен в наши списки, не было запрета на въезд на территорию Российской Федерации. У них база... Ну, конечно, да, мы чартер поднимали из Бейрута, из Ливана, и сажали здесь, в аэропорту города Сочи, в Адлере. И, то есть, все были чисты. В Турции, когда я работал, когда сложилась ситуация, что после попытки военного переворота некоторые, кто подозревался к причастности, могли через территорию Грузии проникнуть в Абхазию с целью предотвращения и создания максимальных условий для того, чтобы предотвратить такую возможность, мы, опять-таки, консультировались с нашими российскими коллегами, но, помимо всего прочего, мы при выдаче виз, абхазских виз еще просили, чтобы обращающиеся заявители предоставляли справку, выписку из реестра. Там информация полностью о наличии или отсутствии судимости. То есть мы даже вот такую практику ввели на определенное время. Что касается возможности осложнения ситуации во взаимоотношениях между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, ну, сегодня, по крайней мере, да, несмотря на тот прошедший известный кризис, она очень динамично развивается. И тут вот хотелось бы поделиться таким вот опытом, который у нас благополучно и очень эффективно был реализован, и который, кстати, тоже, которому мало было уделено внимание средств массовой информации, вот в условиях кризисных отношений, благодаря в том числе и народной дипломатии, и там дипломатическим нашим усилиям, создалась возможность, когда здесь, в Абхазии, мы провели трехстороннюю встречу представителей гражданского общества, экспертных кругов России, Турции и Абхазии с целью обсуждения сложившейся ситуации во взаимоотношениях России и Турции. Но эти люди, которых мы сюда приглашали, они являлись лидерами мнений, которые по итогам вот этого мероприятия составили соответствующие отчеты и доклады и передали в структуры, где принимаются решения. И вот тут вот действительно это очень хороший, положительный для нас опыт, который мы можем применять. Реально являемся частью глобальных процессов. И то, что казалось бы, а где-то там далеко, какая там Корея, какой там Иран, какой там Ближний Восток, это там далеко и нас совершенно не касается, нет. Это все, ну, если не прямое имеет отношение, то косвенно и однозначно, потому что формируется вообще новый геополитический уклад, формируются новые реалии, и от того, как они сформируются, зависит и наша тоже, как сказать, среда. Поэтому крайне важно, во-первых, оценивать и трезво оценивать все эти риски, которые возможны. Тоже не демонизируя, но делать соответствующие выводы и предлагать решения развития той или иной ситуации. Потому что мы видим, как это все бывает очень динамично развивается, и мы должны адекватно реагировать. И вот опыт такого миротворчества, который мы применили, смогли успешно применить во время того, о чем я говорил, во время российско-турецких осложнений, может, в принципе, нам, если его развить, вне зависимости от того, есть ли у нас дипломатические отношения с теми странами, которые, возможно, нуждаются в тех условиях, которые мы можем им предложить. Потому что зачастую, поверьте, для представителей противоборствующих сторон легче приехать и где-то незаметно провести какие-то беседы, чем придавать это огласке и публичности. И вот тут вот мы тоже могли бы занять свою нишу, да? Когда говорят, что а что сегодня мы можем придумать нового, уже все достаточно хорошо продумано, там есть Женева, там есть другие страны, которые, ну, считаются, что они там традиционно нейтральны, да? Но там все равно политический аспект присутствует и какая-то гласность, публичность есть, сохраняется. Вот тут мы можем как бы ноу-хаус свой предложить, как бы, да? Но опять-таки, чтобы это делать, нужны ресурсы. И профессионалы. Человеческие, как бы, кадровые в том числе. Есть, конечно, есть. И личные, и, ну, профессиональные, конечно, тоже. Личные — это, наверное, вообще хорошие вопросы. Очень хорошие вопросы. Опять-таки, такую небольшую ремарку позволю себе. Когда вот я работал в Центре стратегических исследований, никогда не забуду вопрос за беседой, за часочкой кофе, которую задал Олег Нестерович мне. он говорит, Инар, кто ты? Да? И что ты хочешь? И действительно, вы знаете, мне даже сегодня, вот как бы, уже прошло там 8 лет, казалось бы, да? Там за 8 лет можно было, думая там, на тему одного вопроса, какой-то ответ найти. Но мне даже сегодня сложно на него ответить, да? Я не говорю там о каких-то стандартных вещах, Там я человек, я там Homo sapiens, я там, я не знаю, да? Но вот как-то, как-то более философский, вот кто ты и что ты хочешь, да? Меня он до сих пор, вот я очень часто возвращаюсь к этому вопросу. И вот тут, тут я, почему это вспомнил, что вот эти вот линии, о которых вы говорите, личностные, ну, для меня это, конечно, вопросы отношения к таким вот табу, да? Это вот семья, это среда, в которой я сосуществую, да? И, наверное, родина. Вот это вот табу, который, в принципе, переносится и на мою профессиональную деятельность тоже. Известное, да, произведение «Отцы и дети», то есть этот вопрос как бы взаимосвязи и взаимоотношений родителей и детей, он всегда актуален. Я помню, там, мой дедушка за отца мог отзываться как-то, да? Там, отец за меня, ваше поколение, там, и так далее, да? Не то, нет, не с пренебрежением, с неким, может быть, не совсем пониманием вот наших, наших и интересов, наверное, тем более, учитывая вот просто, ну, такое молниеносное развитие и технический прогресс, да? я, наверное, иногда дети могут выкинуть такое, что я вот так вот садишься и ошарашенно смотришь, слушай, откуда? Вот как-то, да? Но это проблема, видимо, вот отцов и детей, как бы она вот старая, как мир. Буду стараться, во-первых, быть им надежной опорой во всем, буду стараться быть им другом, с дочерьми, пока у меня две дочки, вот своего народа. Путем в том числе и получения самого современного и лучшего образования, потому что без образования, ну. в том числе и лучшего образования, ỗне bound числе